ребятки всем доброе утро не знаю что там по времени у вас но у меня раннее утро и я тут жду выхода метро метро у нас уже вышло сейчас будем его качать напиши в коментах во сколько ты смотришь данный видосик также в начале ролика пожалуйста нажмите лайки и подпишитесь на канал если по какой-то причине еще этого не сделали ребятушки метро рояль 22 уже 22 глава должна быть на месте и мы будем начинать не с метрошки как я обычно это делаю а покажу вам что сверху видите там где знак вопроса эмблема папка мобайла и тут еще есть вот такие вот иконочки здесь мы можем сменить режим и закрепить его то есть смотрите мы нажимаем справа в углу изменить закрепленное это уже нововведение и она очень крутое нажимаем окей и теперь у нас метрошечка будет вау анимация поезда вот этот опчик вы поняли это при запуске в катку будет такая же анимация из давайте вернемся пока тут ничего не забираю ага изменить выбранный режим но это понятно смысле даже в метрошке можно изменить его пошалить погоди и не 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 а как нам вернуться назад а все понятно очень легко и просто ребят смотри вместо того чтобы нам заходить через чудо из рейтинговый метро рояль нажимать вот здесь а здесь поезда нет почему-то и здесь выход кнопочка у нас есть да теперь мы просто если установили так как я вы метрошку сверху видишь символ метро теперь мы свайпаем лево и нас запускает сходу в метро это загрузка просто такая идет вот этот опчик а кстати по поводу пополнения юсишек я нашел новый сайт по крайней мере для себя который называется купе код голод это сервис пополнения счета мобильных игр я прозрел от того когда я нажал на вкладочку папк мобайл и увидел цены на юсишки ребят это самые низкие цены на рынке которые мне удавалось находить ну реально это самые низкие цены немножко помониторив этот сайт хочу сказать о том что купе код гол это больше чем просто сервис пополнение мобильных игр купе код гол это игровая экосистема они делают упор на честность в первую очередь и развитие комьюнити а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности что на мой взгляд очень и очень круто в наше время уже не говоря о том что покупка юси происходит всего в несколько кликов это просто дешево и безопасно что самое главное безопасно не бойтесь за покупку юси на этом сайте вас не забанят потому что для пополнения юсишек на вашем аккаунте вам всего лишь достаточно ввести свою айдиху никаких паролей от своих аккаунтов давать не нужно что опять таки делает этот сайт максимально безопасным но для того чтобы купить юсишки здесь вообще проще простого мы выбираем нужное количество юсишек нажимаем купить выбираем любой удобный способ оплаты и оплачиваем но перед оплатой убедись в том что ты использовал мой специальный промокод который ты сейчас видишь на экранах ведь он даст тебе бомбическую скидку еще раз повторюсь что сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта поэтому ваш аккаунт остается в безопасности на все сто процентов также я советую вам авторизоваться через любую доступную соцсеть чтобы получать бонусы и постоянный кешбек при каждом пополнении кстати можно копить бонусы и оплачивать внутренней валютой купе коинами ссылочка на сайт будет в описании а также в закрепленном комментарии а только а выходить чтобы выйти надо свайпнуть и сюда вправо все это такой лайфхак для того чтобы как можно скорее заходить в метро ну могли бы сделать так чтобы и прям в лобби можно выбрать хотя не папочек все-таки основная игра так этот лайфхак показал и сам с ним разобрался ребятки сарям быть если туплю но я впервые тоже зашел в метрошку 34 обнову я вчера скачал а в метрошку захожу вот впервые сегодня поехали в метро на поезде уже это специально для того чтобы файлы подгружали сделали вот так загрузочку и выглядит прикольно нам показывает автоподбор теперь можно отключить отдельно для метро то есть вы скажете что у нас и раньше такая тема была до была раньше тема можно было автоподбор выключать и включать но смотрите теперь чем основной прикол управления продвинутые мне подбор подбор то есть раньше мы выключали и вну включали и выключали подбор для всего для классики и для метрошки бывало такое что мы отключили подбор заходим в классику летим на ивент падаем а наш персонаж не собирает вещи никакие мы быстренько заходим менюшку включаем и начинаем лутаться нас в этот момент разваливает потом мы возвращаемся в метро забыв выключить эту функцию наш персонаж начинает автоматически все лутать мы опять-таки заходим на стройке отключаем теперь мы можем автоподбор оставить в классическом режиме а в метро автоподбор отключается то есть в классике он остается в метро отключается и теперь по поводу управления еще что добавили нам добавили возможность отображения брони товарищей это уже давно можно было сделать потому что боговала иногда броня ее не было видно в матчах и также ну в лобби и в матчах можно скрыть так а пошли макам там что-то я читал на бетки сейчас чекнем давайте быстренько посмотрим небольшой трейлер мой чай тут epic самого начала уже начинается по моя команда 1 я full 6 остальные голые рандомы когда зашли на шестую карту либо же на 7 на 7 на 7 то что на трейлеры разрабы делать умеют но ребят и фишка в том что сожалению данный режимчик будет доступен только в режиме зомби ну то есть вот эти все фишки что не показывают оборотни вампиры будут доступны только в режиме зомби как я об этом и говорил ранее на седьмую карту нам скорее всего не скорее всего а сто процентов нам завезли просто один сундук как это было с жемчужиной в прошлом сезоне и с ледяными глыбами прошлых зонах но выглядит конечно трейлер очень круто оцени его от 1 до 10 в коментах трейлер рассмотрели теперь давайте расскажу вам о том что еще добавили разрабы в игру и ты будешь знать обо всех нововведениях так вот шлем наконец-таки с продвинутый шлем смысле смысле я думал что все шлемаки погоди 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 скрывать только в матчах не скрывать скрыть полностью можно шлем правильно это броник шлем у нас здесь не скрывать но с этим я разберусь то есть это продвинутый шлем если мы оставляем не скрывать то мы бегаем катки шестым шлемом если скрывать только в матчах то мы бегаем то шлемом но он скрывается в мальчах а если скрыт он и в нюшке а нельзя отсюда прям убрать я думал что они добавят вот эту функцию что прям можно скрыть будет шлемак нам не нужно будет вот сюда заходить в инвентарь настройки и вот здесь уже выключать включать шлемак ю это просто продвинутый шлем то ну не знаю такое тогда себе нововведение пофиг на него вообще пофиг так еще раз заходим в инвентарчик по нам тут еще добавили шлемак но плюс броню в настройках скрывать товарищи и почему не здесь тоже уже закинули все в одну менюшку максимально странное решение от разработчиков максимально странное так ребятки давайте теперь зайдем на черный рынок и на черном рынке у нас имеется новое оружие это пистолеты вот так вот они выглядят парные mp7 вот такие вот пистики тычинки перед доступны в метро рояль нифига себе улучшенные стоят 120 тысяч естественно с ними я сто процентов ему уже на днях видосик от пистолетов до 6 с этим разобрались так здесь у нас все то что и бы а вампиры есть а что мы должны собирать мы должны накапливать и прогресс не написано что мы должны собирать но мы сейчас увидим эти новые предметы по идее в событиях переходим плавненько в события или нам что-то еще добавили погоди на черный рынок популярные предметы что-то светится они ничего нам не добавили здесь больше заходим в события уау вот это событие я сейчас расскажу тут как рамки получить остальное неделя 1 а мр очка и вот собственно новый предмет x который называется багряный кристалл предмет на обмен странный багряный кристалл это крови сдайте его чтобы накопить прогресс для получения коллекционных предметов а там они не могли написать что нужен багряный кристалл неделя 2 опять таки кристальчик и опять таки видосик уже можно сказать от багряного кристалла до full 6 готовится дальше неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 я не знаю стоит ли вообще заходить тестить вампировый зомбаков в режиме метро-рояль напишите в коментах обязательно потому что я в тот режим в прошлом сезоне разошел так переходим вот в это событие и я вам сейчас быстренько все объясню что тут можно получить перейти в лобби метро-рояль и вики метро-рояль не надо нажимать потому что у нас сразу запустит клубы смотрите по событию новый сезон метро-рояль будет доступен с 12 но это понятно миссии метро-рояль станут доступны после начала сезона выполняйте это логично выполняйте определенные миссии чтобы заработать очки метро-рояль ограниченная по времени миссия будет доступна 12 0 9 выполните ее чтобы получить 200 очков и новую рамку пацаны обязательно нужно выполнить эту миссию именно 12 числа получите по одному очку каждый раз за предметы общей стоимостью 10000 единиц метровалюты добытые во время события таким образом можно получить до 2500 очков невостребованные награды исчезнут события поэтому не забудьте забрать их вовремя ребятки здесь мы можем забрать вот снизу идет шкала а сверху картинка которая показывает нам что мы можем забрать мы можем забрать набор премиум оружия можем забрать кристалл подарок личного пространства схему рамочку вот такую вот и метровалюту вот что мы можем забрать с данного события я вроде все рассказал но давайте посмотрим еще видосик от разрабов в котором они рассказывают что же они добавили в обновлении 3.4 в метро-рояль смотрим об мобайл версия 34 так тут нам будут рассказывать естественно вначале даже не про пятую карту ну вернее про пятую карту но в особом режиме это естественно режим зомбаков и они покажут что они сюда добавили новая трансформация зомби механика трансформации в зомби точно также как классики и шприц зомби либо же зомби либо же оборотень вот собственно так в метро выглядят зомби и оборотень ну не знаю просто что она в отдельном режиме хотя с другой стороны добавили нам просто мы говорили блин зачем добавили летать там крысить лучше в отдельный режим нам всегда все не нравится пойдет в зомби режиме в принципе вот так вот вначале там не очень выглядело здесь омбак как зомбак вернее вампир летает супер удар у него есть так же как в классике когда нокнули врага мы можем захилиться от него если мы убили соперника и стрелять по нему можем вот так вот теперь нам показывает более подробно про оборотня трансформация в оборотня крутая да и механика оборотня крутая он может лазить по стенам вампир может летать оборотень может лазить по стенам но к сожалению здесь нет каких-то таких прям топовых нычек наверху как можно засесть где-то на ирангеле на самых высоких точках здесь принципе все здания простреливаются ну и вот смотрите сколько мы смотрим трейлер разрабы нам показывают просто механики вампира и оборотня на карте манный порт в режиме зомбаков ну и показывают сколько по времени занимает трансформация вампира быстрее трансформируется правильно а в зомбака в оборотне дольше а добавили в кастом вот так добавили кастомки так в advanced ну с этим надо разбираться пока вчитываться не хочу ну по-моему все также как было лучше по ней добавили что advanced продвинутые можно менять в этом когда уже создал кастомку они практики ватью ага но это мы будем видеть в наблюдениях и . выхода будет у игроков раньше так понимаю такого не было пока станком я думаю вам не очень интересно если будет интересно то залетайте на какой-то стрим я думаю мы там все будем разбираться так и basic улучшение базовые ну то что я рассказывал то что теперь можно скрыть костюмчики товарищей броню не хочу чтоб так было и я вообще против что даже обычные скины потому что в метро я когда переходил из-за того что как раз таки здесь не было доната и скинов это о чем я и говорил опять такие что шлем можно будет продвинутый скрыть и автоподбор вот в принципе сейчас нам по идее за пистолеты еще расскажут не 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 о о о о о нам рассказывает за фигурку капец это прям так важно создали фигурку ошалеть предметы а и собственно вот новый кейс который добавят вместо жемчужины вот от него мы будем развиваться до full 6 я думаю уже завтра видосик выйдет да как я и говорил как в гарри поттере будет механика и тут красное что-то упало но я думаю в катке там будет волку сыпать на постоянку видели зеленый еще кристалл будет это что можно теперь быстро переключаться в метро я вам тоже ребятки рассказал что ж друзья вот такие вот получился видос не забудьте прожать лайки подписаться на канал летайте в телеграм-канал вич и дискорд все ссылочки в описании но реально ребят и прожмите лайкосики увидимся с вами следующих видосах пока